Снос незаконных построек на полянах протеста подходит к логическому завершению. Уже сегодня ранее застроенные территории не узнать, но тем не менее, есть и самострои, которые остаются на месте. У некоторых из владельцев уже есть первичные решения. Для таких процесс легализации будет завершен. В остальных случаях вердикт окончательный, устранить до конца недели. Она уже сформирована, база учета данных, то есть около 10 тысяч человек, 10 635 человек в базе учета данных. Нет той цифры, которая была заявлена о 15 тысяч со стороны участников полян протеста, которые представляли некий класс посредников. Есть уже факты задвоения, есть факты, которые говорят о том, что были мертвые души. Поэтому мы это все будем передавать в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку всем этим фактам. Вода в Крыму дорожает. Такая тенденция будет сохраняться в ближайшее десятилетие. В 2015 году крымчане будут платить 81 рубль. Год за годом за 10 лет цена вырастет почти в 5 раз. В 2025 для жителей полуострова вода будет стоить 326 рублей. Схема подорожания сегодня утверждена. В это же время рост цен на продукты питания снижает обороты. Как оказалось, полуостров не единственный регион России, который пострадал от инфляции. Такая же тенденция наблюдается и в Краснодарском крае, и в Ростове. Как говорится, уже сегодня цены по российским меркам у нас очень даже приемлемые. По февралю и по марту хочу сказать, что рост цен находится не более чем 1,5-2% в среднем в месяц, что является одним из самых низких показателей на всей территории Российской Федерации. А также в целом потребительская корзина на 15-20% в Республике Крым, также ниже, чем в Ростовской области и Краснодарском крае. При подсчете ценообразования опять же упираемся в одну и ту же проблему – доставка на материк через Керченскую переправу. Сегодня ни для кого не секрет, это дорого. Но проблема скоро может разрешиться. До конца месяца количество паромов высокой вместимости на Керченской переправе увеличится до 11 единиц. И это как никогда кстати. В 2016 году начнется стройка Керченского моста и реализация проекта Таврида. По нашим оценкам, общий объем инертных материалов в 2016 году составит порядка 9-10 миллионов тонн. На самом деле это для транспортной системы Крыма не очень большая величина. Благодаря этим грузопотокам получат достойную загрузку порты Крыма, порты Севастополя. Совместно с генеральным подрядчиком моста СГМ «Мост» мы ведем подготовительные работы по организации логистических цепочек. Мы знаем, что генеральный подрядчик будет вкладывать значительные деньги в строительство временных сооружений для обеспечения перевозки инертных материалов. Долгожданные ремонтные работы крымских дорог пока реализуются не очень быстро. У главы республики на это есть что ответить. Качество – приоритет. И особое внимание уделят Симферополе. Один миллиард рублей потратят на столичные дороги. Тем не менее, понимаем, что и торопиться выгонять их сейчас в Тольской бассейне не готовы. Даже вот ладки эти ставят, которые через три месяца смоют, мы конечно не хотим. Мы хотим, чтобы уже ответственно подошли люди, поскольку в договорах сейчас жестко будет забита финансовая ответственность и за нарушение сроков, и за нарушение качества. И плюс мы уже обсуждали с Андреем Георгиевичем, с Владимиром Андреевичем, ситуацию о том, что работать хотим в ночное время, вообще строить дороги. Уже надо переходить к европейской практике. То есть в данном случае вот этот приоритет будет отдан компаниям, которые могут работать в круглосуточном режиме. Катаясь по все еще разбитым дорогам, водители все еще видят непомерное количество рекламы. Хоть решение о сносе счетов было принято давно, на местном уровне оно все еще не воплотилось в жизнь. У Дмитрия Полонского даже сформировалось мнение не в пользу властей муниципальных образований. Складывается впечатление, что они крышуют нерадивых бизнесменов. Сергей Аксенов не раз замечал смену рекламных баннеров на счетах, но так и не видел налоговых поступлений в бюджет отведения бизнеса. Почему должностные лица, соответствующие органы власти, несмотря на то, что есть прямое поручение главы республики, я хочу напомнить, что еще 4 марта было дано вами, Сергей Ильич, поручение до 1 мая завершить работу по демонтажу незаконно смолить. Ну вот давайте с 1 мая будем, то есть как бы уже меры, то есть реагирование принимать. Вот до 1 мая, еще раз говорю, время оставляем. С 1 мая начинается мониторинг. Еще раз говорю, все остальное принудительно выкупаем. Еще и закрыли тему больше. Не возвращаемся к рекламным конструкциям больше никогда. Республика объявила борьбу монополисту, мобильному оператору. В таком статусе он диктует свои правила в ценообразовании и играет они не в пользу крымчан. Крым Телеком в ближайшие месяцы представит альтернативу, составив достойную конкуренцию монополисту. Давайте немедленно, то есть как бы вот проводите модернизацию Крым Телекома, в данном случае инвестор частный есть, готовый поучаствовать в этом процессе. Закупайте все новое технологическое оборудование, вышки Киевстара, все передавайте уже сюда с тем, чтобы расширить возможности сети. Вот немедленно до начала сезона необходимо все это закончить. Трех месяцев у вас нет. 1400 крымских школьников решили попробовать свои силы на ЕГЭ. Но то, что все они крымчане, сказать нельзя. Желая сдать госэкзамены по лояльной системе, на полуостров прибыли 200 ЕГЭ туристов. А именно, те, кто прибыл в Крым в 11 класс после 1 марта. Это недопустимо. Это согласно закону, нескольким даже пунктам закона. Я попросила бы обратить внимание властей. Вчера вам разосланы письма конкретно с такими фамилиями, имя, отчество ребят, которых мы берем под персональный контроль абсолютно каждого ребенка. Особое внимание власти, творчеству Аксенов запретил частным лицам сдавать в аренду дома художников. На полуострове отмечен не один такой случай. Большие деньги из федерального бюджета выделены на ремонт самых крупных памятников истории. Оттуда же 177 миллионов рублей заложено на открытие нового крымско-татарского телеканала. Юлия Попович, Рамен Ананнєв, Служба новостей і ТВ.